Уважаемые гости, компания CoderLine приветствует вас. Сегодня встреча наша посвящена системе маркировки и работы с честным знаком, и мы будем разбирать ее на примере ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть телефоны, электронную почту, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести нашу сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Если вам по какой-то причине оказалось, например, неудобным время проведения или вы не смогли досмотреть до конца наш вебинар, то вы можете вернуться немного позже на сайт. Мы выкладываем записи и, собственно говоря, вы найдете там не только запись нашего нынешнего вебинара, но и много других интересных материалов. Так что милости просим, приглашаем. Тема нашей сегодняшней встречи будет выглядеть вот таким образом. То есть мы поговорим о том, кто обязан ввести маркировку, что подлежит маркировке различной тонкости для разных групп одежды, какое оборудование вам потребуется, небольшие плюшечки, которые связаны с тем, что можно начинать в период добровольного применения, ну то есть все тонкости. И что конкретно будет необходимо для того, чтобы настроить программное обеспечение, для того, чтобы интеграцию с АИНС запустить, как настроить выпуск марок, их генерацию, распечатку и так далее. И, соответственно, не забудем попугать вас штрафами, которые связаны с маркированной продукцией, точнее с несоблюдением правил маркированной продукции. И поговорим про разные сервисы. Сегодня наша встреча будет построена таким образом. Мы нормативную информацию, так сказать, будем смотреть по слайдам и будем параллельно переключаться на демо-версию. Сейчас я так и делаю вот таким образом. Буду переключаться на демо-версию ERP, и мы будем с вами ручками разбирать то, что, например, посмотрели по слайду, поговорили, какие практические шаги вам надо предпринять для того, чтобы в АИНС все хорошо было с маркированной продукцией. Поскольку мы говорим про блок производственный, то есть производство, соответственно, поговорим о том, как организовать учет марок в производстве, ну и, собственно, со всеми околосвязанными процессами. Снова возвращаемся на наши слайдики. И уже немножко более подробно поговорим про историю, так сказать, балета. На самом деле история маркировки достаточно детективная, то есть было много споров, истерик разных статьи в информационных ресурсах по поводу маркировки. Но, тем не менее, сейчас это уже устоявшийся процесс. Сейчас уже не один-два перечни из товарных групп в этом участвуют. И уже, конечно, это не вызывает таких эмоций, как это вызывало на первых порах. Тем не менее, то есть внимание, которое требуется уделить маркировке, на самом деле не ослабевает, и постоянно включаются новые товарные группы. То есть у нас в России существует обязательная система маркировки. И она не зависит от желания продавцов или производителей. То есть должны соблюдать правила маркировки, импортеры, производители, оптовые и розничные продавцы. То есть практически все участники цепочки. И для того, чтобы правильно определить свое место в этом процессе, ну, естественно, нужно понимать, о чем идет разговор, когда мы говорим про прослеживаемость товара. Разработкой и поддержанием системы занимается Центр развития перспективных технологий, то есть аббревиатура ЦРПТ. Действуют у нас прослеживаемые товары с 2021 года. Для самой маркировки кодов разработан бренд, честный знак, он у многих на слуху. Как следует из названия, то есть призвана эта система сделать прозрачным процесс производства, торговли и так далее. Исключить контрафактную продукцию и, собственно говоря, постепенно обклеить все производимые товары и исключить стоимость, исключить контрафактную продукцию, как я уже сказала, и взять под контроль наиболее такие значимые участки, то есть, например, торговля вычислительной техникой, медицинскими препаратами и так далее. Но система эта, естественно, платная, то есть марки – это дополнительные денежные средства, которые припочны складывать в производство, в торговлю, ну, то есть, соответственно, в тот участок цепочки, который вы используете. Исключение – жизненно необходимые лекарства стоимостью до 20 рублей. То есть, все остальное медицинское оборудование, медицинские препараты, медицинские инструменты у нас подлежат обязательной маркировке. Ну, вот исключение, как я уже сказала, это жизненно необходимые лекарства стоимостью до 20 рублей. Для них тоже действует кодировка, но коды бесплатные. У нас ведется, у нас, в смысле, в России, ведется национальный каталог товаров, туда добавляются все товары, все описания всех товаров, которые подлежат маркировке. И это часть, куда можно зайти в свободном доступе и узнать по коду, что это за конкретное изделие, конкретные, допустим, лекарственные препараты и так далее. То есть, кроме того, что делается, наносится маркировка на сами товары, то есть, эти товары выносятся в национальный каталог. На самом деле, это достаточно удобная процедура, сейчас уже, когда к ней привыкли. А история балета, можно проиллюстрировать, скажем, вот такой, ну, в хронологическом порядке. То есть, на самом деле, у нас система маркировки действует с 2016 года. То есть, с 2017 года маркировка лекарственных препаратов осуществляется. С 2019 года табачных изделий. С 2019 также включены в перечень маркированных товаров фотокамеры и фотоспышки. Ну, как вы видите, вот здесь достаточно уже широкий перечень в хронологическом порядке. В 2021 году у нас подлежала уже одежда и белье. То есть, не только предметы роскоши, типа шуб и дорогостоящих изделий. Но у нас не только, как бы, уже увеличивается перечень маркированных товаров, но и проводятся эксперименты. И вот здесь вот у нас на самом деле очень интересный момент. Вот мы с вами видим сейчас на слайдике все товары, которые подлежат маркировке. Как вы видите, здесь уже перечень достаточно внушительный. И кроме того, что уже подлежат обязательной маркировке, каждый год вводятся дополнительно какие-то товарные группы, которые будут подлежать экспериментам. Что это такое? То есть, вообще, маркировку в нашей стране можно на несколько этапов разделить. То есть, если вы производитель или импортер, то вы в этом случае заказываете марки, обклеиваете или каким-то любым другим способом наносите их на товар. То есть, происходит эмиссия марок и обклейка товаров. И уже эти товары маркированные поступают в оборот. И с помощью документов вы оформляете отгрузку маркированного товара. Соответственно, поступает такой товар в оптовую компанию, компания, которая занимается оптовой торговлей. Это оформляется документами перемещения товаров. И в обязательном порядке оптовая компания не имеет права приобретать без маркировки товар. И она оформляет уже документами отгрузки передачу этих маркированных товаров с марками ну, каким-то своим розничным уже конкретным покупателям. Розничный продавец оформляет поступление марки товара с марками и соответственно продажу розничным покупателям, то есть конкретным потребителям. Либо то есть оформляет вывод марки из оборота, если произошло например, произошла не продажа, а порча по каким-то причинам и так далее. То есть такая схема иллюстрирует оборот марок. Ну, скажем так, эта схемка не отражает собственно всего богатства палитры, инструментов и всего взаимодействия разных программных обеспечений. Ну, начиная с того, что для того, чтобы работать с маркированной продукцией, нам необходимо провести ряд административных действий, то есть не программных. Это сейчас мы с вами про них поговорим. Можно проиллюстрировать, скажем так, вот таким слайдиком. То есть с 2023 года у нас происходит эксперимент. Эксперимент это значит, что в соответствии с постановлением правительства утверждается это у нас Мишустиным. Значит, с 2023 года у нас появилась возможность некоторой виды товаров в экспериментальном формате проверить, как будет действовать маркировка. То есть какие технологические потребуются дополнения и так далее. Ну, 23 год у нас задел, скажем так, воды, то есть минералку, газировку, то есть коды ТНВЭД, которые подлежат вот такому коды ТНВЭД, которые оформляются вот в эту товарную группу. Соответственно, кроме этого у нас были напитки на основе орехов, сои, семян и так далее. То есть тоже без алкогольной напитки. Квас, морсы, соки овощные и компоты. То есть вся вот эта группа у нас была экспериментальная и почему важно экспериментальная? Потому что декларируется, что проведение эксперимента не должно привести к дополнительным затратам участников оборота. И, соответственно, участники оборота с этим большим энтузиазмом работают. потому что во время проведения эксперимента оборудование, то есть для тестирования, которое производится, поставляется на безвозмездной основе. То есть у предприятия есть шанс сэкономить на оборудовании, которое на самом деле с момента обязательной маркировки будет уже стоить денег и достаточно немаленьких. соответственно, пока эксперимент длится, предприятие может выбрать оборудование, которое подходит для технологического, например, процесса и выбрать дополнительные девайсы, ну, то есть сканеры, принтеры, считывания, считыватели каких-то дополнительных штрих-кодов, девайсы для нанесения для нанесения штрих-кодов и так далее. И, естественно, в период проведения экспериментов предприятия пользуются всем этим оборудованием и уже потом оно либо остается у предприятия, либо если выяснилось, что оно непригодно или там какие-то содержат изъяны, то принимается решение о его возврате. Ну, например, проекты, которые были уже частично завершены, частично продолжены, это, например, БАДы, антисептики, маркировка велосипедов, то есть это уже законченные товарные группы, которые уже обязательно подлежат маркировке. Ну, так, например, икра ситровых и лососевых рыб станет обязательно к маркировке с 1 апреля 2024 года. Пиво, например, тоже в разной упаковке будет подлежать обязательной маркировке, точнее, подлежит обязательной маркировке с апреля 2023 года, а с октября 2023 года у нас в общем-то обеспеченной маркировке подлежит и стеклянная упаковка, то есть если с апреля только кеги, которые упакованы, пиво в кегах подлежало, то теперь с 1 октября у нас уже и стеклянные и полимерные упаковки тоже подлежат маркировке. Сейчас в 2024 году у нас есть ну уже как бы информация размещена во многих информационных ресурсах в системе честный знак дополнительно в разных разных информационных ресурсах типа Калуги-Астрал типа юридических и каких-то справочных систем о том, что это за 8 новых категорий и что конкретно будет какие сроки введено в этом году. Ну на самом деле это мы с вами еще так сказать преамбула то есть не касательно 1С а то, что происходит вокруг этого процесса. Вокруг процесса у нас происходит что в 2024 году у нас будет 3 дополнительных товарных группы над которыми будут проводиться эксперименты и соответственно предприятия, которые работают с этими товарными группами будут иметь возможность воспользоваться как я уже говорила воспользоваться плодами так сказать этого постановления и отработать сам процесс. Ну то есть сам процесс у нас как бы можно разделить на 3 стадии то есть когда начинается эксперимент это не обязательное участие но это скажем так то что можно с удовольствием использовать для того чтобы попрактиковаться в бесплатном сервисе в бесплатном софте и так далее дальше у нас следует когда уже начинается обязательная продажа уже регистрируется товарные товарные номенклатуры в честном знаке и соответственно третья стадия это когда уже штрафные санкции за то что не маркированная продукция то есть так сказать карательные мероприятия для исключения и не соблюдения этих требований то есть там уже и штрафные санкции и конфискация ну то есть полностью ограничительные мероприятия то есть как вы видите товарные группы уже более тяжеловесные уже более ну то есть затрагивающие другие отрасли строительства машиностроения и так далее ну и эксперименты которые уже идут которые уже начаты но соответственно еще продолжаются и например вот как я уже говорила икра у нас с 1 апреля стала в обязательном порядке то есть этот эксперимент как бы перешел в следующую стадию и продолжается собственно работа с экспериментами по легкой промышленности то есть вы видите на экране то что у нас в 24 году будет подлежать маркировке но на самом деле когда мы начинаем работать с маркировками с маркированной продукцией мы должны для себя определиться к какой категории мы относимся то есть у нас предприятие производственное или у нас предприятие сейчас мы вот так вот то есть или у нас предприятие которое является импортером возможно мы логистикой занимаемся то есть например транспортной компанией и так далее ну и соответственно либо продавец либо дистриблютор то есть окончательно уже которые предприятия которые занимаются различными видами продажи розничная оптовая и так далее сейчас мы с вами переключимся и посмотрим на демо базе единственное хочу перед тем как мы начнем работать демо базы посоветовать вам проверить актуальность информации которая у вас имеется вот по этому значку мы открываем сведения о программе и здесь мы видим сведения о платформе которая у вас установлена и сведения про конфигурацию мы каждое скажем каждое занятие каждое наше встрече обращаем ваше внимание на актуальность конфигурации потому что не только налоговые сведения налоговые регламентированные формы документов изменяются изменяются и как бы модернизируются и работа с честным знаком и естественно вот сейчас мы с вами говорим и смотрим релиз ERP 2.5.15 это январьский релиз сейчас уже есть и 16 и 17 релиза то есть если вы начали работать в этой программе то проверьте насколько актуальный релиз потому что много исправляется ошибок много вносится изменений не затрагивающих регламентированную отчетность так что прежде чем чего-то говорить что у нас например не работает то посмотрите может тоже исправили в последних релизах то что у вас не работало и начинаем как всегда с раздела НСИ и администрирования то есть если мы с вами поняли что нам необходимо работать с прослеживаемыми товарами с маркированными товарами то начинать нам следует с того что мы естественно активизируем какие-то дополнительные опции значит как я уже говорила разделить всю работу с маркированной продукцией мы можем на несколько этапов первый этап это административные действия второй этап это настройка программного обеспечения третий этап это внесение товаров товарных групп в номенклатурные справочники в каталоге и уже конкретно работа с самим самим маркированным товаром с самим прослеживаемым товаром значит раздел НСИ и администрирования у нас включает так сказать грубые настройки и активизирует возможность работы с прослеживаемыми товарами и здесь нас собственно интересует только несколько пунктов а вот дальше мы с вами будем работать под разделами продажи закупки склад доставка и производство то есть собственно говоря все участки когда у нас возникает движение товаров на каком этапе возникает допустим эмиссия марок и необходимость интеграции с документооборотом с честным знаком здесь у нас видите с вами есть целый раздел то есть интеграция с различными дополнительными программами и здесь у нас есть интеграция с из мп обувь интеграция с серном ну то есть с другими какими-то товарными группами и обратите внимание что у нас встречается здесь и интеграция с гис изделий из меха допустим и интеграция с из мп одежда обувь товарных и так далее то есть на самом деле здесь так сказать исторически сложилось название системы частный знак мы немножко потом посмотрим слайдики то есть из мп это обувь одежда и так далее и гис м изделий из меха ну на самом деле это однотипные как бы однотипные системы значит как мы уже с вами говорили маркировка продукции это система честный знак и перед тем как мы сюда начнем носить изменения мы должны проверить что у нас все административные шаги выполнены то есть сейчас мы снова переключаемся на наши подсказочки скажем так на наши слайдики и говорим вот о чем ну на самом деле кроме административных шагов для интеграции с честным знаком мы должны во-первых соблюдать все сроки которые в обязательном порядке предусмотрены то есть если у вас предусмотрено с 1 апреля что маркировке подлежит ваша товарная группа с которой вы работаете то значит к 1 апреля у вас должны быть сделаны административные шаги то есть вы должны оформить подписи согласно определенным правилам согласно определенному перечню приобрести оборудование которое позволяет нанести марку распечатать нанести обклеить например и считать эту марку и соответственно активизировать программное обеспечение как вы видите штрафы за то что вы нарушили какие-то требования законодательства в отношении маркированного товара достаточно большие и не только штрафы но и конфискация имущества обратите внимание административно ответственность за исключением табака варьируется в размерах от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения и уголовная ответственность это если особо крупные размеры то штрафы составляют до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет то есть согласитесь достаточно нешуточные штрафы и уголовная ответственность поэтому мы с вами смотрим что необходимо делать и попутно еще немножко говорим о том что административные шаги потому что они имеют свои особенности ну то есть в программе мы начинаем работать как я уже сказала с раздела НСИ и администрирования ну и потом сейчас переключимся на нашу домоверсию с раздела НСИ и администрирования и настраиваем интеграцию ну вот например возьмем вот такую СМП одежды табак обувь то есть мы отмечаем товарные группы которые вас интересуют с которыми вы работаете то есть я хочу еще раз обратить ваше внимание что все товарные группы имеют особенности то есть например и обувная продукция имеет свои особенности и молочная продукция молочные изделия допустим медицинские естественно тоже поэтому мы отмечаем товарные группы которые нас интересуют и после этого соответственно в зависимости от тех флажков от чекбоксов которые мы проставили мы выбираем переход по гиперссылке который для нас будет актуален то есть мы выбираем как настраиваться оборудование для сканирования то есть здесь повторюсь нам надо проставить те флажки те которые для нас подходят но при настройке вот всяких таких функций самая основная задача внимательно читать что мы отметили то есть проставляем мы чекбокс читаем что нам программа говорит то есть например я вот считаю что подключение режима приведет к включению запросов которые были не включены продолжат редактировать нет я не знаю что это такое я вернусь к этому позже ну соответственно либо я знаю что это такое и отмечу этот чекбокс уже с чистой совестью при формировании при проверке маркировки то есть я настраивала допустим когда я сканирую марку штрих-код когда когда запускаю либо перед пробитием чека либо при сканировании ну то есть я ставлю те параметры которые подходят к моему технологическому процессу после того как я сходила настроила особенности сканирования значит здесь у меня еще будет настройки обмена необходимо в большинстве случаев настройки обмена лучше как бы привлекать к этому процессу айти специалистов потому что они всегда специалисты которые связаны там например с технологией с технологией или завпроизводства могут настроить обмен с обмен с честным знаком вот здесь хочу сказать сразу что достаточно долгое время обмен представлял собой затруднения например при обмене с бухгалтерией с 1С бухгалтерии приходилось дорабатывать правила обмена и в общем-то часто не совсем гладко техническая сторона этого вопроса происходила но сейчас уже как бы обмен обкатан ошибки устранены и дополнительно есть возможность подключить тестовый контур потому что если вы подключаете тестовый контур то у вас включается возможность на поле честного знака то есть на честном знаке использовать тестовый контур для обучения пользователей то есть использовать эту возможность для обучения сотрудников и собственно говоря дополнительные настройки которые здесь даны мы можем использовать их всех это в общем-то очень удобный удобный сервис и позволяет сэкономить много времени для того чтобы получше подготовить ваших сотрудников к работе с маркированными товарами плюс у нас с вами достаточно большая работа предстоит для введения карточек то есть кроме того что мы с вами должны описать каждую номенклатурную позицию у нас вот сейчас вы видите элемент номенклатуры который карточка номенклатурная в которую мы вносим сведения о наших изделиях то есть предполагаем что мы работаем с блоком производства значит мы являемся производителем данного товара и соответственно в номенклатурной карточке на нашу готовую допустим продукцию мы используем ссылку производства и здесь заполняем все сведения о нашей о нашей готовой продукции и плюс обратите внимание у нас есть регламентированный раздел регламентированный учет и здесь у нас с вами мы должны проставить отметочки прослеживаем товар либо импортный товар если мы импортеры но если нет то мы производители ну то есть проставить отметочку которая касается нашего конкретного случая то есть кем мы являемся снова возвращаемся к нашим слайдикам так и после того как мы с вами настроили например интеграцию с пусть будет и с мп например обувь на примере обуви поговорим то есть интеграция у нас доступна в меню сервис из нескольких подразделов и сейчас мы на них посмотрим вот на этом слайде вы видите меню то которое мы уже с вами смотрели на демо версии то есть отмечаем товарные группы которые подлежат маркировке и заполняем последующую информацию которую ну которая требуется это мы с вами посмотрели в меню НСИ и администрирования то есть здесь у нас как вы видите настройка интеграции достаточно большой блок и точно такой же интеграция мы видим меню производства то есть на вот он наш сервис и соответственно меню настройки и справочники где тоже мы проверяем все настройки которые у нас даны есть ли что-то пропущено то мы всегда можем вернуться к этому и всегда можем дополнительно дополнительную информацию внести значит как мы с вами работаем с честным знаком то есть мы с вами зарегистрировали электронную подпись подпись требуется для работы с электронными документами и в этом случае подходит нам УКЭП обратите внимание что усиленный сертификат электронной подписи как вы знаете выпускается он в данный момент только налоговыми органами и оформляется на имя руководителя то есть мы должны в налоговых органах зарегистрировать нашу подпись ну и соответственно после этого уже обращаться за регистрацией в честный знак то есть когда мы допустим используем рекламентированную отчетность возможно у вас уже есть такая подпись и вы ее используете при отправке регламентированных форм отчетов электронный документ дооборот ну то есть уже пользуетесь ей в этом случае значит вам надо только честный знак подать заявление о регистрации и зарегистрировать там личный кабинет обратить внимание вам нужно вот на что то есть носитель на котором вы зарегистрировали свою подпись для допустим если вы будете использовать ЕГАИС то не все подписи не все носители подходят то есть требуется обратить внимание на то какой будет носитель соответственно вот здесь у нас есть тоже два формата то есть то что соответствует приказу ФНС 155 у нас нету маркировки не входят коды маркировки поэтому запись значения происходит вот таким образом значения указываются стог указываются стегом СИС в блоке и имеют определенные значения они вам не подойдут потому что требуется новый формат для носителя по маркированным товарам поэтому я говорю что требуется консультация как минимум специалистов IT и вашего системного администратора то есть на каком носителе записать УКЭП если он у вас уже действует если он у вас только оформляется и проверить на каком носителе он уже записан если вы его используете например в электронном документообороте потом зарегистрировать оборудование которое вам потребуется ну как я уже говорил это сканеры это принтеры штрих кодов возможно это нанесение крас для нанесения краской оборудования ну то есть это уже зависит от вашей специфики каким образом вы будете наносить маркировку то есть может быть распечатывать марки и обклеивать им товар может если например это молочная продукция это нанесение товара нанесения маркировки на упаковку ну то есть существуют разные оборудования вы должны перед началом этого процесса выбрать какое оборудование будет использоваться и на самом деле установить его то есть если речь идет о производственном процессе то у нас всегда однозначно потребуется несколько дополнительных дополнительных технологических операций для нанесения маркировки на упаковке или на единицы товара то есть на самом деле сейчас очень широко применяются лазеры то есть это в общем-то наиболее точный инструмент и всегда читаемый то есть если у нас например мы распечатываем штрих кода то в зависимости от освещения от того что помята марка не помята наклеена правильно или неправильно бывают все-таки ошибки с лазерами такого таких моментов не происходит ну и штампы конечно если это какое-то серьезное оборудование например на которое нельзя по каким-то причинам нанести например распечатанную марку в общем-то после того как вы определились с оборудованием то есть мы считаем что вы зарегистрировали свое УКЭП то есть определили на какой носитель она будет записана все у вас произошло и вы счастливый обладатель этого уже и самого скажем так носителя и вашего электронного обеспечения то выбрали оборудование которое требуется то теперь собственно говоря еще две вещи вам необходимо сделать то есть обзавестись обзавестись сканером и терминалом сбора данных то есть ТСД это многие с ними уже знакомы при работе с складским оборудованием на самом деле если у вас более-менее более-менее серьезный объем выпускаемой продукции то без ТСД вам не обойтись потому что оно заменяет нескольких складских работников и позволяет сразу загружать информацию то есть считал и загрузил информацию в программное обеспечение например тот же 1С но на самом деле 22 года вот молочная продукция у нас сейчас достаточно серьезно подлежит эксперименту и у нас вводили то есть был введен первый этап промежуточный по маркировке этой продукции а в последующем это переход на поэкземплярный учет то есть с 1 сентября и с 1 ноября 22 года это год назад мы передавали середине о маркировке а сейчас уже идет конкретно каждый экземпляр маркируется и ну как обычно поддерживается дисциплина с штрафными санкциями то есть в сторону 10 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц вот так сделаем то есть мы с вами сделали вот первые шаги зарегистрировались в честном знаке то есть оформили УКЭП зарегистрировались в честном знаке приобрели все необходимое оборудование создали личный кабинет то есть в честном знаке мы заполнили все сведения заполнили анкету и создали личный кабинет я обращаю внимание потому что личный кабинет это ну тоже важный этап и после этого мы заполняем сведения о данном товаре как это происходит в нашем случае значит я намеренно делаю остановку на экспериментальном товаре потому что например вот при работе с обувью была такая ситуация ну ситуация совершенно прогнозируемая контролируемая так сказать то есть первоначально при введении маркировки в экспериментальном формате были заполнены четыре позиции для для каталога то есть описывалось сокращенное сокращенное сведение о товаре через через некоторое время после перехода уже к более подробному учету были внесены изменения в описание товара в карточку и уже мы вносили сведения по 12 пунктам то есть не по четырем и соответственно нужно было эти изменения вносить в каталог и несмотря на то что внешне как бы марки которые выпускались по первому сокращенному варианту от внешности так сказать марок которые выпускались уже по полному варианту не отличались то считываем оборудование которое применялось для считывания естественно эти различия уже определяло и сокращенный вариант описания прекращал действовать то есть соответственно мы должны были прекратить реализацию то есть соответственно оформление и так далее с марками сокращенными которые были оформлены по сокращенному формату и работать только с марками которые уже задержали полностью описание продукции и для этого были установлены определенные сроки и соответственно мы должны были подавать сведения об остатках маркированной продукции по сокращенному варианту и запрашивать эмиссию марок которые уже содержали полностью описание полное и соответственно в этом случае уже применялось скажем так достаточно большой срок был для перехода и если мы не выполнили как бы снятие остатков и заказ новых марок то штрафные санкции применялись в полном объеме сейчас мы посмотрим слайд то есть мы на самом деле уже сюда ходили то есть прослеживаемый блок регламентированного учета чекбокса по импортному товару и по прослеживаемому товару мы с вами уже смотрели и соответственно вот этот слайдик мы видели уже в разделе номенклатура номенклатурные то есть мы смотрели номенклатуру и номенклатурные позиции где отмечались делаем вот так и вот это подраздел регламентированного учета теперь снова мы с вами возвращаемся в раздел производства и включаем обмен нас и смп обор вот соответственно мы попадаем в раздел настройки справочников и интеграции ну и вы видите здесь собственно у нас достаточно много гиперссылок по которым мы можем перейти и заполнить необходимые сведения вот раздел номенклатура допустим производственные вот так это это я вам показываю путь где мы были где мы уже все посмотрели в разделе инстрии и администрирования в разделе администрирования нам доступна настройка учета прослеживаемых товаров ну соответственно как вы видите здесь есть возможность проверить номенклатуру на сайте ФНС России и проверить подлежит или нет ваша продукция необходимой маркировки когда мы хотим настроить какую-то конкретную позицию для маркировки ну например на примере опять обуви в этом случае мы с вами выбираем способ ну например будем считать что мы честный знак направляем запрос на эмиссию марок то есть в этом случае я не мне необходимо заранее составить запрос потому что для изготовления марок для эмиссии марок необходим срок один-два дня ну и соответственно срок на оплату заказанных марок после этого после настройки интеграции то есть то что я уже сделала у меня доступно получение марок то есть я получаю марки и эти марки я наношу каким-то способом на готовую продукцию то есть я считаю что если у меня например обувная продукция то я эти марки наклеиваю на данную продукцию на каждую пару обратите внимание на не одна марка на не одна марка на две единицы на каждую обклеивается марка и соответственно после этого я делаю я создаю документы по передаче уже например каким-то оптовым покупателям в этом случае у меня создается документ который позволяет мне передать марки через систему честный знак моему оптовому покупателю то есть то есть вот по этому по этой настройке я создала марки создала документ по по отгрузке моей готовой продукции документ например на оптовую покупателя который передаст дальше соответственно мою продукцию для своих покупателей значит у меня в этом случае будет использовано будет использовано собственно говоря два документа документ передачи продукции то есть мы берем ну например берем документы которые сопровождают товародвижения и документы которым указаны марки то есть в обязательном порядке это два документа которые я передаю через честный знак передаю своему покупателю и покупатель должен отметить то что он принимает мои марки и соответственно то что эти марки передаются уже в дальнейшую работу дальше сейчас посмотрим с вами один слайдик нет не посмотрим вот так сделаем склад доставка мы соответственно делаем документы для передачи нашими транспортными либо нашей доставкой либо экспедиторами ну то есть соответственно какими-то средствами для для товара обеспечения для товара движения извините неправильно сказала соответственно в этом случае у нас получается что мы через честный знак передаем товар под ответственность транспортного транспортного средства в этом случае для нас интересует с нашего склада то есть мы выбираем с нашего склада на ну например на оптовые мы выбираем центр западный склад вот так то есть мы отмечаем с какого на какой склад мы передаем товары с нашим участием либо силами перевозчика мы выберем силами перевозчика если вы используете зонирование то соответственно вы передаете и в электронном порядке поскольку сейчас транспортные документы у нас формируются в электронном порядке обмен электронными документами происходит соответственно задаются подробности перевозки что куда добавить какие дополнительные тонкости перевозки у нас есть и соответственно марки, которыми обклеена, например, если это обувь, то пусть будет обувная продукция. После того, как мы передаем информацию в честный знак, наш покупатель подтверждает принятие марок и тогда уже ответственность передается транспортным транспортной организацией. То есть мы, соответственно, задаем сведения про перевозчика и в этом случае оформляем заказанную миссию и, собственно говоря, мы используем возможности перехода по этим гиперссылкам и у нас будет информация, то есть, например, оформите движение марок. И после этого либо у нас отработано это движение и мы ожидаем, когда у нас принята эта информация, либо уже видим вот, допустим, состояние какого-то состояние движения документа и передача транспортной организации уже по по месту назначения уже нашему конкретному покупателю или передача в дальнейшую реализацию в розницу. Либо, если это была уже продажа в розничную торговую точку, то будет вывод из оборота, то есть это уже следующая операция. на самом деле достаточно уже достаточно отработана система обмена марками, то есть предприятие получает заказанные марки, технологический процесс дополнен у нас уже, допустим, способом нанесения марок, и отгрузка оформляется документами товаросопроводительными, плюс печатается передача марок либо транспортной организации, либо уже конкретному покупателю. И после этого, соответственно, если поступает возврат, то поступает возврат в обороты через честный знак, либо уже окончательная отгрузка, то есть это конкретно вывод из оборота, то есть это продажа конечному потребителю. Как вы видите, вот здесь вот есть еще возможность перейти в личный кабинет, то есть тестовый контур, то, что мы с вами первоначально заполняли как бы тестовый контур на сайте честный знак, то есть в вашем личном кабинете. Ну, к сожалению, у меня будет очень долго сейчас сформироваться этот переход, но на самом деле тестовый контур решает много проблем, потому что у людей, которые работают с марками, есть возможность потренироваться. А здесь мы имеем возможность видеть и переходить вот по гиперссылкам в различные режимы, то есть во-первых, штрих-коды распечатывать, допустим, упаковки, наносить штрих-коды, то есть производить различные манипуляции и смотреть на самом деле активные заказы, то есть то, что у вас есть в базе честного знака, марки, которые вы получили или вы передали. на самом деле практически каждое движение товара сопровождается обменом между честным знаком и обменом между вашей информационной системой, то есть в нашем случае это 1S ERP и практически вот этот режим, то есть работа с допустим склада доставка, работа с ИСМП, работа с ГИСМП практически сопровождает каждое звено, то есть мы заказали марку, мы обклеили готовую продукцию, мы подали документы товара движения в честный знак, например, на передачу транспортным организациям. Транспортная организация приняла и марку и готовую продукцию, доставила ее до конечного потребителя, ну или для оптового потребителя, передала ему марки, оптовый продавец или розничный продавец подтвердил в честный знак, что он принял и товар и марку и уже осуществил дальнейшую реализацию и товара и марки конкретному, например, конечному покупателю. То есть это тоже информация вся идет через честный знак и в этом случае конечный покупатель уже видит у себя в руках какой-то товар, марке на этот товар он может определить весь ее путь через честный знак, начиная от самого изготовителя или через кого она была ввезена. нашу систему. На этом, к сожалению, наше время закончилось и мы возвращаемся к началу нашей встречи. Я хочу напомнить вам наши контакты, пригласить вас к сотрудничеству. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, за внимание и надеемся, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их любым удобным для вас способом. Мы будем рады получить обратную связь и будем рады оказаться вам полезными. Спасибо. Хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует...